здравствуйте сегодня покажу очень простой рецепт шоколадной массы для декорирования первый большой плюс у нее отличный вкус это шоколадная масса стабильно на любом креме а также она имеет высокую стабильность в жаркое время в первую очередь она отлично подходит для работы с молдами а также для разных видов аппликаций имеет очень широкий спектр использования единственное к чему она не подходит это к фигуркам что немаловажно окрашивается в любой цвет водорастворимыми красителями для шоколадной массы нам понадобится всего два ингредиента вот такой белый шоколад можно взять обычный плиточный магазинный можно заменить шоколадной глазурью и маршмеллоу вот такие два ингредиента нам нужны сначала растопим шоколад это можно сделать на паровой бане либо в микроволновке короткими импульсами или можно просто поставить посуду с шоколадом на кипяток так как сделала я после того как шоколад растопился берем маршмеллоу и ставим в микроволновку на 20 секунд маршмеллоу тоже нужно растопить вот посмотрите он хорошо нагрелся и теперь к этому отправляем растопленный шоколад с помощью лопатки начинаем смешивать нам нужно соединить вот эти два ингредиента наверное многие из вас знают что белый шоколад очень капризен при соединении с другими ингредиентами руками смешивать я не советую потому что на данном этапе это шоколадная масса будет очень липкая и у вас все пристанет к рукам лучше это конечно делать либо ложкой либо лопаткой вот после того как мы видим что ингредиенты между собой соединились перекладываем эту массу пленку делаем вот такую лепешечку где-то толщиной один сантиметр и заворачиваем в пленку теперь нужно оставить эту шоколадную массу для стабилизации на 1 час оставляем в помещении в холодильник ставить не нужно вот посмотрите это наша шоколадная масса после стабилизации видите блеска нету хотя перед этим он был ее еще немножко нужно доработать мы немножко ее по выминаем и добавим немного крахмала сразу хочу объяснить некоторые нюансы обычно шоколадные массы шоколадные мастики или пластичный шоколад все они имеют свойства при разминании выделять немного масла какао это шоколадная масса ведет себя точно также поэтому крахмал как бы помогает бороться с масло какао и помогает стабилизироваться шоколадной массе еще один такой важный момент хочу обратить ваше внимание вот эта шоколадная масса она не имеет такую гладкую структуру она больше как бы даже рыхлая а поэтому к ней нужно приспособиться с ней работать теперь немножко расскажу о ее свойствах масса отлично раскатывается но конечно лучше ее раскатывать только в одном направлении работаем также присыпая крахмалом хочу показать что из нее можно делать цветы но не такие цветы как на проволочке а цветы которые годятся для накладной аппликации это из которой мы формируем прямо на торте хочу дать еще такой совет во время работы с этой шоколадной массой берите чистые салфетки время от времени я также пользуюсь протираю руки салфетками это убирает жир отлично помогают бороться с выделяемым маслом какао окрашивается шоколадная масса любыми красителями отлично окрашивается водорастворимыми красителями только есть своя специфика надо хорошенько повыминать чтобы краска разошлась ну и после этого нужно оставить опять-таки стабилизироваться уже окрашенные кусочки так как после выминания выделяется масло какао если мастика полежит какое-то время в спокойствии вот она становится сразу матовой и немного плотнее чем при разминании но это обычное дело как бы сказать хранить готовую мастику можно в холодильнике перед этим завернув ее в пищевую пленку если что-то пропустила пишите вопросы в комментариях ну а я как обычно напоминаю что вся нужная информация есть также в описании под видео ну и заодно сообщаю что в следующем выпуске я как раз покажу как в работе вот эта шоколадная масса подписывайтесь на канал ставьте на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски на этом говорю пока до следующего выпуска